ленин атомный ледокол первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой ледокол был построен в советском союзе для обслуживания северного морского пути и обеспечения непрерывной навигации проект атомохода был разработан в цкб-15 с 1953 по 1955 годах после принятия решения о строительстве атомного ледокола 20 ноября 1953 года советом министров ссср с целью сопровождения караванов по северному морскому пути в течение семи месяцев а при необходимости 12 и 14 месяцев из-за новизны оборудования во время проектирования возникли сложности с компоновкой машинного отделения было принято решение о создании макета машинного отделения из дерева на этом макете отрабатывались компоновочные решения конструкторов благо переделать тот или иной фрагмент помещений было достаточно просто и без сомнения куда дешевле чем если бы это пришлось делать на строящемся судне более 500 предприятий советского союза создавали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и 150 новых образцов оборудования был спущен на воду 5 декабря 1957 года 6 августа 1959 года осуществлен физический пуск ядерного реактора 12 сентября 1959 года уже с верфи адмиралтейского завода отправился на ходовые испытания под командованием пономарева павел акимович пономарев советский мореплаватель капитан ледокола ермак начальник ледовых операций на балтике в 1944 году первый капитан атомного ледокола ленин ленин является гладкопалубным судном с удлиненной средней надстройкой двумя мачтами в кормовой части размещена взлетно-посадочная площадка для вертолетов ледовой разведки ядерная паропроизводительная установка вода водяного типа расположенная в центральной части судна вырабатывает пар для турбин четырех главных турбогенераторов питающих постоянным током три грибных электродвигателя последние приводят в действие три грибных винта два бортовых и один средний особо прочной конструкции имеются два автономные вспомогательные электростанции управление механизмами устройствами и системами дистанционные экипажу созданы хорошие бытовые условия для длительного арктического плавания обладал хорошей ледопроходимостью только за первые шесть лет эксплуатации ледокол прошел свыше 82 тысяч морских миль и самостоятельно провел более 400 судов за все время эксплуатации прошел 654 тысячи миль из них во льдах пятьсот шестьдесят три целых шесть десятых тысячи миль благодаря большой мощности энергетической установки и высокой автономности ледокол уже в первые навигации показал прекрасную работоспособность применение атомного ледокола позволило существенно продлить срок навигации как свидетельствует старший научный сотрудник бордученко одна из самых тяжелых аварий на атомоходе ленин произошла в феврале 1965 года при подготовке ледокола к навигации в результате ошибочных действий персонала была повреждена активная зона реактора n2 и ее потребовалось выгрузить а к концу навигации на том же реакторе выявилась утечка теплоносителя причем не герметичность первого контура оказалась на неотсекаемом участке трубопровода в 1966 году по результатам эксплуатации было принято решение заменить старую трехреакторную атомную паропроизводящую установку с реакторами ока 150 на более совершенную двухреакторную с реакторами о к 900 основная причина низкая ремонтопригодность старую реакторную установку утилизировали затоплением в заливе цивольки на новой земле после выгрузки топлива монтаж новой установки закончили к 1970 ледокол ленин проработал 30 лет и в 1989 году был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в мурманске сейчас на ледоколе действует музей ведутся работы по расширению экспозиции в январе 2016 года министр культуры россии подписал приказ о включении ледокола ленин в единый государственный реестр памятников культурного наследия федерального значения после проверки соответствия всем требованиям которая заняла два года в октябре 2018 года ледоколу вручили паспорт о присвоении статуса объекта культурного наследия федерального значения